Сегодня у нас интеллектуальный этап, твой любимый. Мы задаем вопросы, у нас будет два вопроса школьной программы. Один вопрос о зубах и один вопрос о моделировании ситуации. Справимся очень быстро, поэтому если готовы, мы начинаем. Поехали. Первый вопрос. На фантики каких конфет попала известная картина русского художника Шишкина? Это я не знаю даже. А какие у него есть вообще картины? Я не знаю. Ну Шишкин. Шишкин, я не знаю кто это. Ну Шишкин, наверное, елочная. Шишечка, может белочка. Белочка, хорошо. Очень близко, связана с животными. Давайте подскажу, как называется картина. Хочешь? Утро в сосновом лесу. Почему ты догадалась? Да? Итак, что ты загадала? Белочка, конфета пускай будет. Хорошо. И что там изображено на фантике? На картине? Белка, орешек лесной. Больше не помню. А если я тебе скажу, что конфеты назывались Мишка Косолапой? Что там изображено? Ну, медведь, естественно. Наверное, с орехом. Даже не помню. Еще и Косолапой. Ну, Косолапой, конечно. Медведь. Там уже так написано. Хорошо. Следующий вопрос. Скажи, пожалуйста. Ты родилась в Ростове, да? Наверняка ты знаешь, сколько районов в Ростовской области? Нет, не знаю. Новский? Нет, не знаю. Не буду вам гадать. Давай погадаем. Не знаю. Ну, больше 20? Ну, пускай будет больше 20. Если Ростовская область, то да. Больше 30? Я думаю, что да. Больше 50? Думаю, нет. Я не знаю. На самом деле, хорошо. Скажи, пожалуйста, как часто ты живешь жевательную резинку? Очень редко. Очень редко. И как ты думаешь, это больше польза или вред для зубов? Я так считаю, что, наверное, больше пользы. Если часто не оживает, то да. Давай представим, что ты писала какое-то сообщение гневное другому человеку и отправила не тому. Что будем делать? Извинилась бы. Возможно, позвонила бы, объяснила бы ситуацию. Ночью, вот прикинь, да? Ну, извини. Извинения тебе. А если наоборот, ты вот писала какое-то нежное, красивое сообщение и отправила не тому человеку? Ну, я, наверное, переиграла какую-то такую шутку. Типа, ну и да, конечно, я тебе это все отправляла. А парень за тобой ухаживает 18 лет. И он вообще просто, у него алтарь с твоей фотографией дома. И ты ему такое пишешь, а он... Это шутка. Может быть, не сказала шутка. Я такой человек, что были такие моменты, когда я отправляла сообщение, и она посылалась не туда. Да, я, конечно, это тебе, подруге, что не пишу. Да, да, конечно, тебе, для тебя там... Ты классный друг, френд-зона. Хорошо. А давай представим, что ты отправила письмо о Деду Морозу, а оно пошло не туда. Очень жаль. Хорошо. Очень жаль. Стоматологическая клиника Риноме. Гарантия низкой цены и высокого качества.